В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ядерный щит нашей страны помогает успокаивать тех, кто пытается подтолкнуть Россию к Третьей мировой войне. Дмитрий Медведев посетил Саров. Будь готов, всегда готов. В городе отметили столетие пионерии. Бронза на Кубке России и пентбольный клуб «Реактор» вернулся с соревнований в Москве. Далее расскажем обо всем подробно. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал с рабочим визитом в Саров. В зале Дома ученых Российского федерального ядерного центра он провел совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики. Перед этим Медведев встретился с саровскими студентами. В ходе визитов в Саров заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ознакомился с научно-технологической базой Национального центра физики и математики. Встретился со студентами филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове, а также провел совещание о перспективах развития НЦФМ. В совещании также приняли участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, полпредпрезидентов ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Дмитрий Медведев отметил, что в Сарове находится уникальный научный центр, чья история связана с именами выдающихся ученых. И, конечно, историческая заслуга тех, кто здесь работал, именно в том, что был создан надежный ядерный щит для России и наших союзников. И этот щит обеспечивает нашу независимость на протяжении уже большого количества лет. А также помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к Третьей мировой войне или еще к каким-то иным проблемам. Национальный центр физики и математики был создан в Сарове в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина. Он основан на экспериментальной базе РФИАЦВНЕЕВ, а также открывшегося 1 сентября минувшего года учебного корпуса филиала МГУ имени Ломоносова. Наша задача добиться стабильного и уверенного прогресса в развитии страны и найти прорывные решения в наиболее важных отраслях. И здесь, кстати, те технологии, которые здесь создаются, тоже помогают не только обеспечивать безопасность нашей страны в узком смысле этого слова, но и поддерживать его благополучие, благополучие государства и благополучие граждан нашей страны. Это решение позволит вести научные исследования на современном уровне, сохранять лидирующие позиции в мировой науке, ну и, конечно, преодолеть последствия той блокады, которую нам сегодня навязывают наши оппоненты изо всех сил, пытаются устроить блокаду и стране, и нашим ученым. Дмитрий Медведев добавил, что условия, которые созданы в Сарове, дают возможность изучать серьезные проблемы в области физики высоких энергий, элементарных частиц, передовых методов математического моделирования, основанных на технологиях искусственного интеллекта и многое другое. Вот мы сейчас смотрели новые возможности, которые в Сарове появились, части лазеров. Это, безусловно, результат коллективного труда, а с другой стороны, это большой технологический проект, который был осуществлен на базе российских технологий. И в этом смысле импортозамещение в широком смысле этого слова для нас имеет ключевое значение. Нам нужно использовать свои оригинальные технологии, дать импульс развитию российских производств, ну и, конечно, не прекращать сотрудничество с теми партнерами, которые не поддаются давлению Запада и идут своим путем и в науке, и в производственной, и в прикладной сфере. Также в рамках визитов в Саров Дмитрий Медведев возложил цветы к памятнику Юлия Харитона. Перед встречей с Дмитрием Медведевым, губернатор Нижегородской области, Глеб Никитин и полномочный представитель президентов ПФО Игорь Комаров побывали и в технопарке Саров. Гости познакомились с деятельностью площадки, на которой сегодня размещены 41 компания-резидент и филиал МГУ имени Ломоносова. Глеб Никитин и Игорь Комаров посмотрели учебные классы, заслушали отчеты о деятельности филиала и стратегии развития. Инициатива создания на этой территории филиала МГУ получила поддержку лично президента Владимира Путина. Филиал – важная часть глобального проекта по созданию в Сарове Национального центра физики и математики и ядро проекта «Большой Саров». Здесь проходит обучение по программам физфака и мехмата МГУ 50 магистров. Для них госкорпорация «Росатом» Российской академии наук и МГУ имени Ломоносова создали уникальные условия обучения и проживания. Сейчас рядом с филиалом строят апарткомплекс на 80 мест. В ближайшие годы планируют возвести главный корпус, новые лабораторные корпуса и спорткомплекс. 25 мая в парке имени Зернова поисково-спасательная группа «Рысь Саров» проведет акцию, посвященную Международному дню пропавших детей. В день, когда весь мир вспоминает детей, которые не вернулись домой, добровольцы-поисковики расскажут, как распознать критические ситуации и покажут, как себя вести, чтобы избежать беды. Начало акции в 18.30 напротив детского кафетерия. Приглашаю всех желающих. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Очередной этап программы туристического кэшбэка в России будет запущен 1 октября. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Дагузова. В этом году программой воспользовались около 2,5 миллионов человек. Россиянам вернули почти 8,5 миллиардов рублей, а общий объем продаж туристических услуг составил около 44 миллиардов. По условиям программы туристам в течение пяти дней автоматически возвращают 20% от стоимости поездки. Максимум 20 тысяч рублей. 19 мая в 18 часов в художественной галереи в рамках общероссийской акции «Вишневый сад» саровчанам покажут первый экологический кино «Альманах». Сборник 10 мини-фильмов по направлениям «Планета без мусора» или «Мусор вместо планеты» и «Животные имеют право». Их сняли молодые кинематографисты неигрового кино. По итогам общероссийского экологического конкурса «Пишем и делаем кино. Спасаем планету» при поддержке фонда президентских грантов. Вход свободный для лиц старше 12 лет. Молодежный центр продолжает проект на старте. Детей и родителей знакомят с различными видами спорта. Подошла очередь настольного тенниса. Первый мастер-класс уже прошел. Следующий состоится 20 мая в 18 часов в клубе здоровья. Записаться могут все желающие через форму в группе молодежного центра ВКонтакте. Занятия бесплатные. В Сарове начали празднование столетия пионерской организации. Открыла торжества линейка, которая прошла возле здания администрации. На ней наградили лучшие дружины и самых активных ребят. На торжественной линейке в честь столетия со дня основания пионерии собрались все, кто гордо носит красный галстук. Хотя сейчас праздник называется Днем детских организаций, их члены продолжают активно поддерживать традиции и идеи пионерского движения. Хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали серьезные направления своей жизни и сделали правильный выбор, повязав свои галстуки. Вам предстоит великое будущее. И я верю, что оно будет действительно достойным, потому что вы настоящие пионеры. С праздником вас! И я очень надеюсь, что самое главное, что даст нам пионерская организация, это вырасти достойным и хорошим человеком. Здесь сегодня собрались самые лучшие ребята и самые активные члены пионерской организации, которых мы поздравляем с этим праздником. Самое главное, будьте всегда достойны этого звания и будьте всегда успешны и всегда помогайте друг другу. На линейке Союза детских организаций «Сияющие звезды» наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и званиями лучшие дружины, старших вожатых, инструкторов, а также самых активных и творческих ребят. Более сотни человек, пионеры и их наставники получили сертификаты об освоении пионерских профессий и патенты. Меня сегодня наградили за особый вклад в общественную деятельность на муниципальном уровне и в связи со столетием пионерской организации. Каждый год мы проводим коллективно творческие дела, принимаем ребят-пионеров и также награждаем пионеров-инструкторов, ребят, которые каждый год становятся на ступени выше и добиваются высокой цели. Ольга Александрова из школы номер 16, одна из ветеранов-педагогов пионерского движения, соблюдая традиции преемственности. Она подготовила юным пионерам наказ, который потом передадут в Музей детства Дворца детского творчества. Пионеры, будьте добрыми, честными, справедливыми, активными, целеустремленными. Уважайте старших, помогайте младшим. Творческих успехов во всех начинаниях. Праздничная встреча в честь столетия пионерии завершилась песнями в Орляцком кругу. А для вновь вступивших в ряды Союза «Сияющие звезды» утром 19 мая на лыжной базе состоится праздник «Первый рассвет». 18 мая в мире отмечают Международный день музеев. В нашем городе, наряду с известным краеведческим музеем ядерного оружия, народные игрушки и художественные галереи, есть и маленькие музеи. Экспонаты для них собирают энтузиасты своими силами. Об одном из таких камерных музеев наш следующий репортаж. Этот стенд – один из самых любимых у учащихся. Экспонаты, что хранятся под стеклом, рассказывают историю двух солдат, судьба которых сложилась трагично. Они погибли в годы войны. Позднее поисковики, обнаружившие останки, смогли восстановить последние моменты их жизни. Это был момент атаки, контратаки, наверное, наших войск. Пулеметный расчет, пулемет Дегтярева. И пулеметчик вел огонь по немцам. Его помощник бежал к нему с дисками пулеметными, чтобы нести запасные. Но был сражен пулей, и его нашли рядом. Когда у пулеметчика закончились снаряды, он взял саперную лопатку и пошел в бой в рукопашную. Там его сразу же и сразила пуля. И вместе с лопаткой он упал на свой пулемет. Нашли их только спустя 75 лет. Вот так несколько, на первый взгляд, непримечательных предметов хранят историю трагедии и великого подвига, недюжиной храбрости. Конечно, я детям рассказываю более эмоционально, с подробностями. Потому что, ну, действительно, каждый экспонат имеет свою историю. И за каждым из них своя человеческая душа. Да, конкретного человека, который жил, надеялся, носил в кармане ключ. Переломные этапы сражений. Оборона Одессы, Севастополя, заметки о подвигах героев войны и другие значимые исторические факты хранят стенды, посвященные городам-героям. Участвуют в их формировании и сами школьники. Особое место в коллекции музея занимает экспозиция, посвященная городу-герою Ленинграду. В 2014 году на открытии уже реконструированного музея среди приглашенных были ветераны организации «Дети войны», многие из которых из блокадного Ленинграда. Они детям рассказывали не понаслышке, во что они окунулись, как это все переживали. И к этому знаменательному событию мы даже испекли хлеб по рецепту того времени. Именно блокадный хлеб. Конечно, ветераны, попробовав его, и все желающие попробовали тогда, сказали, что, конечно, это настоящий хлеб. А вот тот не хватало каких-то примесей горелой муки, в общем-то, каких-то целлюлозы. Экспозиция музея помогает учащимся лицею узнать больше об истории своей родины и познакомиться с ней не через сухие факты учебников, а реальные истории людей, которые отдали свои жизни за долгожданную победу. Пейнбольный клуб «Реактор» завоевал бронзу на Кубке России по спортивному пейнболу 2022. Турнир прошел в мае в столице. В нем приняли участие 16 команд из Москвы, Ярославля, Иваново, Санкт-Петербурга, Рязани, Коломная. Саров и всю Нижегородскую область традиционно представлял «Реактор». На отборочном туре в Москве Саровский пейнбольный клуб «Реактор» победил в двух играх и один раз настрелял на ничью. В четвертьфинале наши пейнболисты разгромили команду из Санкт-Петербурга, а в полуфинале потерпели поражение. На первом этапе Кубка России по спортивному пейнболу команда из Сарова все-таки смогла вырваться в тройку лучших и стала бронзовым призером. Первые две команды из каждой подгруппы вышли в четвертьфинал. В четвертьфинале уже игры на вылет. Там была разгромлена команда из Санкт-Петербурга и уже боролись за выход в финал. К сожалению, проиграли команде на Берлин. В турнире Кубка России приняли участие 16 команд из Москвы, Ярославля, Иваново, Санкт-Петербурга, Рязани, Коломны. Команда «Реактора» традиционно представляла не только Саров, но и всю Нижегородскую область. Ездило 8 человек, но в команде у нас в пейнболе, около пейнбола, больше 20 человек. То есть это и дети, которые тренируются, основная команда, и неравнодушные люди в основном, мамы, родственники, жены, которые непосредственно помогают на турнире. В этом году клубу «Реактор» исполнилось 12 лет, поэтому привозить медали стало для них делом обычным, говорит игрок команды Павел Фелисов. Но на любом соревновании спортсмены всегда нацелены на первое место. Игроки воспитывают в клубе молодое поколение пейнболистов и привлекают их к участию в различных турнирах. Когда мы поехали, мне очень понравилось соревнование, хочу набраться очень много опыта и выступить так же, как и мои друзья. Это такой вид спорта, который не хочется бросать. Прям хочется идти и идти дальше. Хочется играть и играть, потому что игра призывает к себе больше человек. Когда они выходили, я им помогал, я им маркера заливал, собирал на поле тубы, которые после игры чистил их, потому что ниже попадали, я их быстренько очищал. Я очень хочу стать игроком, мне это нравится, меня это забавляет. Я очень хочу тоже играть с ребятами. Сейчас пейнбольный клуб «Реактор» готовится ко второму этапу Кубка России, который состоится с 10 по 12 июня. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова